Всем привет, дорогие друзья! Я на отдыхе, но я продолжаю читать и делиться с вами интересной и полезной, нужной литературой. Сегодня у нас в выпуске будет две книги, которые я прочитала за прошлую неделю. Первая книга — это Джейн Сенсера Ниссы. Это очень знаменитый автор, который выпускает вот такие книги. Они есть Ниссы, Нитупи, ещё что-то. В общем, я видела эти книги на протяжении года, как они продавались, но себе не приобретала. Немножко ждала. Вот сейчас расскажу свой отзыв на эту книгу. И ещё одну книгу, которая очень спиарена и очень популярна. Обычно такую литературу я не читаю. Я не люблю хайповую литературу, но этот раз я решила всё-таки проверить мою теорию. Андрей Курпатов «Красная таблетка». Естественно, мнение моё абсолютно субъективное. Это моё личное мнение, которое я высказываю в своём блоге. Поэтому очень быстро хочу пробежаться по книге Курпатова, высказать своё мнение и больше никогда не возвращаться ни к этому автору, ни к его книгам. Почему? Потому что это очень депрессивный автор, это очень депрессивная психология. И очень сильно отслеживается характер самого психолога, самого человека. Вообще, когда вы читаете любую книгу, очень видно, насколько сам человек позитивный, успешный, состоявшийся. Насколько сам человек, который пишет книгу, уверен в жизни, насколько он любит жизнь, насколько он удачлив в этой жизни. Всё очень сильно прослеживается в литературе, в советах и так далее, которые дают авторы. Вы знаете, что я читаю очень много литературы вообще в год и вообще очень много читаю. То есть это примерно около 8-9 книг в месяц я читаю. И, естественно, это очень много литературы по психологии, эзотерике, саморазвитию и так далее. Конечно же, много я читаю авторов мужчин, и мой самый любимый автор из мужчин — это Стив Харви. Это очень позитивный писатель, который пишет легко, женщинам очень легко читать его книги понятным языком. Это такая психология, очень позитивная психология, которая раскрывает взаимоотношения мужчины и женщины, психологию мужчины рассказывает он, да, с точки зрения очень интересный мужчина, знаменитый Стив Харви. Я рекомендую вам от души читать именно его литературу психологическую. Я уже читала до этого литературу психолога Андрея Курпатова, и хочу сказать, что мне она никогда до этого не нравилась. Но вот эта книга «Красная таблетка» была очень хайповой, очень популярной в последнее время. И я должна была её в любом случае когда-то взять в руки, чтобы дать какую-то свою оценку, дать какое-то своё мнение на эту книгу. Это отвратительная книга, мне нет ничего полезного ни для одного человека. Это очень депрессивная книга. И депрессивная она, потому что автор сам такой, потому что у него жизнь такая, поэтому он написал такую книгу. Мне кажется, таблетка нужна в первую очередь Андрею Курпатову. И человек, у которого всё в жизни сложилось, у которого есть хорошая семья, хорошее взаимоотношение с женщинами, в принципе, хорошее взаимоотношение никогда вот такую литературу не напишет. Когда я начала читать конкретно эту книгу, я сразу поняла, откуда растут ноги его нетрадиционной ориентации и так далее. Поэтому на этой книге больше останавливаться с вами не будем. Если вы вдруг ещё не читали эту книгу и, может быть, задумывались о её покупке, то ни в коем случае не тратьте свои деньги, не тратьте своё время на эту книгу, потому что она этого, к сожалению, не стоит. Поэтому больше про эту книгу говорить мы не будем. Переходим к достойной книге. Итак, автор Сенсера. Книгу эту, в принципе, я могу рекомендовать. Сейчас объясню, почему. В первую очередь я рекомендую эту книгу тем, кто не читал книги особо много по психологии и саморазвитию, по работе со своими убеждениями и страхами. Если вы не читали 100 книг такой литературы, то однозначно вам эта книга понравится, будет полезной и вам она просто подойдёт. Я, конечно же, читала очень много литературы касательно такого формата, поэтому, конечно, я не могу сказать, что для меня это какое-то открытие или какие-то новые знания. Нет, это повторение прошлого, но в целом книга очень хорошая, поэтому я могу вам её действительно рекомендовать. Именно для тех людей, которые читают, не как я, по 10 книг в месяц, грубо говоря, которые читают редко, которые ищут что-то для себя новое, интересное. Это стандартная книга про позитивное мышление, почему нужно верить и надеяться, чтобы привлекать удачу, как работать с негативными убеждениями, как нужно и почему нужно прощать людей. Если вы очень хотите об этом во всём узнать, то вам нужно прочитать эту книгу. В целом книга действительно написана легко, позитивно, хорошо читается, быстро читается, можно спокойно прочитать за два дня, если у вас есть много времени на выходных. Мне книга эта понравилась, я ещё раз повторюсь, могу вам её рекомендовать. Я для себя не могу сказать, что вынесла очень много нового, просто потому что я очень много читаю. Чтение – это, можно сказать, моя жизнь, как и музыка. Но всё равно мне эта книга в целом понравилась, поэтому я бы могла рекомендовать вам, если вы не читаете так много, как я.